Всем здравствуйте дорогие друзья, с вами Герман и мы продолжаем ловить осетра восточно-сибирского, уже под белым флагом, уже с лицензией и все по красоте. Сама ночью мы так и не вытащили, о, рыбка какая-то на горизонте, отлично, но осетра продолжать ловить мы будем, ибо это наш сейчас на данный момент заработок и я думаю несколько серий мы естественно посвятим ловле осетра и ловле сама ночью. Если у нас все великолепно и замечательно будет продолжаться, то мы половим, 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 отыгра накопим денег, я думаю на осетре надо копить денег где-то, блин, как вы вообще считаете, сколько надо денег накопить? Я думаю 1050 надо накопить на осетре, плюс трата на лицензии и уже непосредственно после того, как мы накопим все это дело, вступать в какой-нибудь клуб. Ну для этого нам надо будет сделать турнир, что немаловажно. Когда сделаем турнир, тогда уже и будем вступать. Так, перезакиды тут нету, да? Хреново, что можно сказать. Все, блин, привыкаю, что можно перезакинуть. Давайте сразу же. Ох, какая рыбка. Наверное, все-таки, ребят, надо перезакидывать и, наверное, надо сейчас купить программу. Точнее, не купить, а скачать программу, которая позволит вытаскивать быстро такие виды рыбы, потому что вот так вот руками просто тащить. Что-то, как-то тем более на 1.6 с вот этими вот багами мне не очень нравится. Как-то опасно, опасно. Давайте сейчас вот эту мы дотянем сами, а уже остальное мы вытащим программой. Ну, 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 ну. Так. Спасибо. 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 Ребята, я в афиге. Я искал чит, ну, точнее, как вы понимаете, этот, который помогает рыбу тащить. Я офигел. Я в интернете не могу найти эту прогу. Как так? Нету программы Т4, но какой-то бред реально. Ладно. Нету, нету, значит, будем ловить ручками. Не думал я, что нету, а я с компа ее как бы у себя удалил еще хрен знает когда, когда перестал играть в рыбалку. Еще думал удалять, не удалять и взял снес ее. Теперь жалею, теперь хрен могу ее найти. Ну, ладно. Надеюсь, я ее потом найду. Потому что что-то не получается найти. Странно. Поставил, как всегда, на паузу, ребятки, чтобы долго не ждать, когда клюнет рыба. Но в итоге долго ждать и не пришлось. Все нормально. Поэтому ловим дальше осетрика нашего любимого. Вытаскиваем сначала вот эту мелочевку ненужную, чтобы перезакинуть. Ибо в надежде, чтобы поймается достойный экземпляр. Ох ты, стерлядь. Ну, стерлядь это хрень. Вот осетрик это дело нужное. Это да. И вот сейчас мы с ним начинаем бороться. Но это небольшой. Это килограмм где-то, наверное, 19. Я думаю, 20. Осетрик. Но все равно его вытащим. Я, правда, не помню, с какого, точнее, веса он оценивается. С большого, с маленького. То есть, примерно хотя бы килограмм. Вот 14. 14 килограмм. Но я думаю, нормально. Так. Ну и ждем как бы поплевочки другой. Угу. Что-то, ребята, какая-то фигня. О, наконец-таки клюнуло. Ёшкин кот! Серьезно? Охренеть! Охренеть! Я чё-то... Охренеть! Вот это да! Идем покупать новую. Я не знаю, что делать. Давайте продадимся. Ага. Даже значит с 14 килограмм уже идет оценка. С 10 даже. Ага. Ну, правда, копейки. Ну, какие бы ни копейки, как бы деньги нам нужны теперь. Пипец! Охренеть! Просто тупо... Вот это мы сейчас потратимся. Чисто 9 косарей, как с куста. Вот правда, как с куста. Это жесть. Это жесть. Ладно. Сейчас будем пробовать. Итак. Я ее собрал. Поставил. Но это нам ударило по карману. Ни хреново. Смотрите, как ударило. Сейчас я вам покажу. Ну, денег осталось у нас вообще пипец. И все из-за вот той поклевки. Короче, передерживать нельзя вообще. То есть, если вы видите, что у вас что-то клюнуло, надо переключаться на удочку. Какой-то бред. Просто сразу сломали снасть. Рыба сломала снасть. Сразу же причем. Я крайне недоволен и крайне разочарован таким стечением обстоятельств. Потому что бабки ушли на локации, на этой, точнее на этой реке. Тоже надо платить, чтобы тут находиться. И, естественно, Мы купили с вами лицензии. Поэтому нам еще надо будет заплатить, когда у нас закончится путевка. Я думаю, вы понимаете, что это значит. Надо будет еще отдать, по-моему, 3000 баблишко. Но у нас его нет. Вообще нет уже. Если сейчас, не дай бог, еще у нас лучнет удочка, то вот уж и все. Вот уж и жопа будет. Давай быстрее. Глянь, какая, а. И дотягивать же до желтого не хочется. Потому что опасность срыва возрастает. Но я думаю, это нормальный экземпляр. Это где-то... Гляньте, зараза. Ладно, будем ждать. Пусть пока там... Оно лазит. Оно лазит, оно плавает. Во, что-то пыталось оплыть вниз. Теперь оно не хочет плыть вниз. О, давай, 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 давай. Плыви, плыви, плыви. Говнюк. Так, все, теперь главное его не злить. А то мы его можем не вытянуть. Блин, до желтого дотягиваю. С огнем играю. 36 килограмм. И мы так тянули его долго. Офигеть. Я-то думал, там килограмм 50. А там вообще сидел. Мелочевка сидела. Да. Не крутяк, не крутяк, ребятки. Реально не крутяк. Ням-ням. Последний батон в сухомятку закинули. И хорошо нам. Когда батон заходит в сухомятку, это просто офигенно. Просто так, муа, муа, захавал. И хорошо. А водичкой с это, с Енисея припил. С пруда. И прям так нормально так. Мух. Хорошо. Зашло. Но поклевок нет. Так, поклевок нет. Надо, значит, перезабрасывать. Здесь церемониться не надо. Потому что пролагать могло. Еще что-то. Поэтому перезаброс никогда хуже не сделает. По крайней мере, в этой части игры. Потому что, как только они долго стоят, значит все. Значит, что-то здесь пошло не так. Долго ждать здесь не надо. Это я уже убедился на собственном опыте несколько раз. Алкоголь отзабыли купить. Когда выходили на базу. И еды. Но это все потому, что, блин, удочка ляснула. Я не думал. Если бы она не ляснула, было бы все замечательно. А так, она шваркнула. И, конечно же, хреново оказалось. Все. Не думал я, что такое произойдет. Как говорится, грусть и печаль это называется. 9,19,40. Денег 5700. О! О! Что-то клюнул. Ну, что-то. Не скажу, что опять большое. Да и тут, в принципе, такая же хрень. Скорее всего, килограмм на 25, наверное. Поклевка. И рыба, которая там висит. Ну, тут, я думаю, точно килограмм на 25, на 20. Может быть, даже ниже. Может, даже и 15. Давай, давай, давай. Иди сюда. Я тебя садком подловлю. Иди. Иди. Гляньте, зараза. Не хочет, а. Давай, гляньте, охренеть. Ну, уже чуть-чуть. Вот, сейчас по-любому сорвется внизу. Сто пудняк. Я больше, чем уверен, сорвется. Давай уже. 22. Ну, да, видите, да, уже угадал, угадал. Что как-то оно вяловато, вяловато так оно идет. Это не тот экземпляр рыбы, который должен так идти. Ну, тут, я думаю, килограммчиков, может быть, 30 и будет. Может быть. Может, нет. Сейчас посмотрим. Тут очень интересно. Хотя бы в том плане, что вот я, допустим, по изгибу удочки здесь не сильно понимаю. В 3.0 или там выше версии, да, там как-то еще более-менее понятно. Тут не прям вот, которые огромные веса рыбы, тут уже непонятно, как оно это все действует. Ой, не, вот это, ну, конечно, переключусь, но это уже мелочевка. Да, тут 33. Вот эту тащить вообще не хочется, потому что реально мелочь. Только вот лишняя трата время. И, о, ну, слава богу, что сорвалась. Вообще отлично. Просто крутяк. Ну, видите, гляньте, лагнула так, что вот замерла на этих моментах и все. Ну, то есть, одни лаги в этой игре. Но в любом случае, ностальгия, самая первая рыбалка, ну, как, самая первая. Конечно, самая первая рыбалка это 1.2 или 1.1, там она как-то так она. Но это тоже, то есть, это такая ходовая версия, в которую практически все играли. По крайней мере, в школе у меня все рубились в нее. Особенно, когда она потом на телефонах появилась. Ну, это прям вообще было прям какой-то бум, все играли в эту рыбалку. А потом появилась зимняя ледяная рыбалка, там где, типа, зимой. Но, на самом деле, точно так же удочкой ловишь. Только по краям картинки все обледенело, типа, зима. И там рыбы вообще, там, веса рыбы такие были огромные, там, просто там. И вот эти, знаете, лабынкирский черт. И потом там какие-то там вообще там названия рыбы я таких даже и не знаю. Там тоже картинки там такие были. И там удочки тоже там по 30, это, по 30 тонн, по 50 тонн. То есть, там вообще, вот, 41 килограмм вообще прям красиво. Красиво, красиво, как говорится. Так. Близится ночь у нас. Я думаю, на этом моменте мы будем заканчивать нашу серию. Потому что сейчас надо будет менять наживку, уловить сама. Сама попробуем половить уже в следующей серии. Либо я ночью сам половлю его, а вам потом покажу, что получилось. А сейчас давайте-ка мы оценим наш улов. Неплохо, неплохо мы с вами наловили. Мы вернули свои деньги, вернули свой спиннинг. Поломанный по моей тупости. Ну, ладно. Гастроном у нас закрыт. Конечно, это не очень хорошо. Значит, мы идем сюда и покушаем здесь. Так что всем огромное спасибо, кто посмотрел. Ставьте большой палец вверх. Пишите свои комментарии. А также делитесь этим видео с друзьями. И обязательно подписывайтесь на канал. С вами был Герман. Всем до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok